добрый день уважаемые коллеги давайте сегодня мы поговорим о таких возможно несколько ординарных вопросах которые зачастую оставались где-то в технической плоскости но даже в до коронавирусной жизни они всегда были актуальны это разные способы заключения договоров в том числе когда стороны не могут подписать один буквально документ в бумаге и также это вопросы легализации если так можно выразиться фактических уже возникших отношений и их правовых последствий и так напомним какие способы заключения договора у нас есть заключить договор в письменной форме возможно такими способами как принятие акцепт одной стороной предложение заключить договор другой стороны оферты путем совместной разработки и согласования условий договора или иным способом свидетельствующим о том что стороны хотят заключить договор как это обычно происходит технически традиционный способ это составление единого договора документа представляется что подписание одного документа это зачастую наиболее прозрачный и удобный способ заключения договора все условия сделки в этом случае существуют в одном документе согласованным сторонами и обычно это снижает вероятность возникновения споров по поводу заключенности договора по поводу его условий но здесь важно обратить внимание также что некоторые договоры вообще могут быть заключены только этим способом в частности это касается продажи недвижимости аренды зданий сооружений такие сделки без единого договора документа недействительны здесь нужно учитывать что для заключения такого договора нет необходимости чтобы обе стороны присутствовали в одном месте в хотя в обычной жизни это часто самый простой и удобный вариант сейчас он может быть неприменим при составлении договора как единого документа подписанного обеими сторонами оферты является проект договора который направляется контрагенту а подписанный им со своей стороны документ это согласие заключить договор то есть акцент обмен документами возможен в том числе по электронной почте заключить договор можно не только подписав единый договор но и при помощи обмена документами в одних из них будет содержаться оферта а в других акцент акцентом признается ответ о принятии полученной оферты он должен быть полным безоговорочным прямо выражать согласие заключить договор на предложенных в условиях если такой ответ содержит уточнение реквизитов исправление опечаток и так далее то он рассматривается как акцент акцент на иных условиях сам по себе не приводит к заключению договора ответить афференту при этом возможно различными способами но рекомендуется использовать тот же способ каким было сделано предложение о заключении договор например это может быть обмен электронными или бумажными письмами иными документами здесь важно обменяться ими так чтобы можно было достоверно установить от кого они исходят если это условие соблюдено предложение признают оферты даже без подписи афферента кроме того здесь важно сохранить доказательства переписки например можно распечатать электронные письма и уведомления об их доставке в противном случае бывает сложно доказать заключение договора при таком способе заключения очень важно продублировать в переписке все устные договоренности с контрагентом так риск признания договора незаключенным и споры об его условиях будут снижены если афферент прислал подписанность его стороны проект договора то его необходимо также подписать и направить один экземпляр контрагенту важно учесть что такой вариант обязательно если договор должен быть заключен в виде одного документа подписанного сторонами например повторимся договор продажи недвижимости договор аренды зданий сооружений если вы получили письмо афферту то ее также необходимо акцептовать в виде письма и в этом случае договор будет считаться заключенным путем обмена письмами теперь рассмотрим ситуацию исполнения договора в ответ на предложение заключить договор если сторона не ответила на афферту но начала выполнять ее условия то в данном случае конклюдентными действиями такая сторона подтверждает заключение договора ну например вы выполнили работы после получения предложения заключить договор подряда но до согласования его существенных условий если заказчик принял такие работы то отношения по договору подряда считаются возникшими в таком случае договор будет считаться заключенным в письменной форме и так акцептовать афферту можно конклюдентными действиями например отгрузить товар согласно полученной заявки для этого достаточно приступить к исполнению предложенного договора на условиях которые указаны в оферте в установлены для ее акцепта срок нет необходимости исполнять в полном объеме все условия и если действия совершены в срок указаны в оферте но афферент узнал о них по его истечении то подлежат применению правила статьи 442 гражданского кодекса а именно в случаях когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием акцепт не считается опоздавшим если сторона направившая оферту немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием если сторона направившая оферту немедленно сообщить другой стороне о принятии и и акцепта полученного с опозданием договор также считается заключенным давайте теперь поговорим о том что такое конклюдентные действия и как они влияют на отношения сторон договора и так конклюдентные действия это согласие с контрагентом который предложил заключить изменить или расторгнуть договор при этом согласие выражено в поведении они в документе лицо совершает конклюдентные действия когда фактически исполняет то что предложил контрагент в срок который установил контрагент что по общему правилу означает заключение договора например покупатель вывозит товар в ответ на письмо которое получил от продавца или покупатель перечисляет оплату за товар на основании счета который ему выставил продавец с другой стороны продавец доставляет товар по заявке покупателя или подрядчик начинает выполнять работы которые ему предложил сделать заказчик этот перечень безусловно не исчерпывающий могут быть и другие действия которые ясно выражают намерение лица принять предложение контрагента это означает что договор считается заключенным на всех предложенных условиях поэтому если предложение не полностью вас устраивает например вы хотите купить только часть предложенного товара то целесообразно написать об этом продавцу до того как что-то делать с таким товаром если же молча принимать и оплачивать хотя бы часть товара в установленный продавцом срок то договор могут признать заключенным на все количество которое вам предложил продавец в каких же случаях возможно заключение изменения расторжение договора конклюдентными действиями заключить договор конклюдентными действиями можно когда есть оферта от другой стороны без такого предложения по общему правилу не будет соблюдена письменная форма договора тогда как она обязательно для отношений с участием юридических лиц если же контрагент не направил вам оферту которая оформлена по всем правилам но вы с ним совершили действия по исполнению договора это может означать что у вас фактически сложились договорные отношения о них мы поговорим еще подробнее по общему правилу вы можете также в ответ на письменное предложение изменить договор совершить конклюдентные действия направленные на его изменения это вытекает из норма о том что по общему правилу соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме что и договор письменная форма договора будет соблюдена когда в ответ на письменное предложение совершены конклюдентные действия в силу содержания этих норм вывод из практики об изменении договора можно распространить и на его расторжение расторжение может состояться когда совершены конклюдентные действия которые направлены на прекращение обязательств по договору. Например, подрядчик вернул заказчику переданную для обработки вещь в ответ на письмо заказчика с предложением расторгнуть договор подрядом. Как же заключить договор с помощью конклюдентных действий? Заключить договор конклюдентными действиями можно при наличии ряда условий. Во-первых, здесь нет специального требования к форме договора. То есть в законе или соглашении сторон не должно быть определено, что он должен быть составлен в виде одного документа, подписанного сторонами, или как-то иначе. Иначе его будет невозможно заключить конклюдентными действиями, что вытекает из требований статьи 434 Гражданского кодекса. Это, в частности, относится к договору о продаже недвижимости и аренде зданий сооружения. Следующее условие. В аферте не должно быть ограничений, которые исключают заключение договора конклюдентными действиями. Например, в аферте не написано, что акцепт должен быть дан только письмом. Затем, совершить действие нужно без опоздания, в срок, который указан в аферте. Если сторона опоздала, то заключение договора будет зависеть уже от действий контрагента, который направлял афер. Ну и, наконец, согласиться с афертой необходимо точно на ее условиях. Иначе договор не будет заключен. Например, если покупатель совершил оплату не на условиях аферты, контрагент просил перечислить оплату деньгами, а покупатель вместо этого направил продавцу вексель. Если конклюдентные действия совершены до истечения срока, установленного для акцепта, то, по общему правилу, договор считается заключенным с момента, когда аферент узнал об их совершении. Теперь поговорим об изменении и расторжении договора конклюдентными действиями. Условия для изменения или расторжения договора конклюдентными действиями в основном те же самые, что и для заключения договора. Только вместо аферты, предложения заключить договор, нужно руководствоваться, соответственно, письменным предложением контрагента, изменить или расторгнуть договор. Но есть и дополнительные условия, наличие которых нужно проверить. Прежде всего, не должно быть ограничений в договоре. В договоре не должно быть порядка изменения или расторжения, который в случае спора может быть расценен судом как запрет на конклюдентные действия. Например, пункта о том, что изменения в договор поставки можно внести только путем подписания новой спецификации к договору обеими сторонами. Затем, в случае, когда это требуется, должно быть согласие третьего лица. Так, согласие по общему правилу нужно для изменения или расторжения договора в пользу третьего лица, если оно выразило должнику намерение воспользоваться своим правом по этому договору. Наконец, необходимо обратить внимание на то, не нарушены ли требования законодательства к изменению или расторжению договора конклюдентными действиями. Например, чтобы изменить договор оказания услуг телефонной связи конклюдентными действиями, нужно, чтобы эти действия и порядок их осуществления были указаны в договоре. Теперь поговорим подробнее о фактически сложившихся договорных отношениях. Когда же они возникают и на что они влияют? Такие отношения возникают, когда, во-первых, договор не подписан, но стороны совершают встречные действия, которые порождают их обязательства друг перед другом. Права и обязанности сторон в этом случае возникают из их действий. Например, продавец передает покупателю товар, а покупатель его оплачивает. В результате двусторонних действий между ними складываются фактические договорные отношения по купле-продаже этого товара. Или другой случай. Договор подписан, но его условия противоречат тем действиям, которые стороны фактически выполняют. Это возможно и в ситуациях, когда стороны заключили договор для того, чтобы создать, к примеру, искусственную задолженность. По документам это поставка, а фактически товар не передается в собственность покупателя. В таких случаях суд в случае спора будет исследовать действительную волю сторон. Он будет также обращать внимание на фактические отношения между ними и намерения каждой сторон. При этом вряд ли суд ограничится только формальной проверкой. В результате сделка, которая была зафиксирована в письменном договоре, может быть признана мнимой или притворной, а к фактическим отношениям сторон будут применяться правила о соответствующем договоре. Чем можно подтвердить фактически сложившиеся договорные отношения? Ну, прежде всего, документами, в которых зафиксированы факты хозяйственной деятельности. Например, есть документ об оплате, к примеру, платежное поручение. Или передача товара, доказанно товарно-транспортной накладной. Принятие товара подтверждается, например, договором с третьим лицом, из которого видно, что получатель впоследствии распорядился этим товаром как собственник. Оказание услуг или выполнение работ, очевидно, можно доказать актом сдачи-приемки таких услуг или работ. Заказ услуг или работ, в свою очередь, можно подтвердить утвержденным техническим заданием на эти услуги и работ. Оказание транспортно-экспедиционных услуг подтверждает транспортная накладная или путевой лист. Этот перечень, безусловно, не исчерпывающий. И здесь важно доказать именно встречный характер действий сторон. Мы знаем, что для любой двусторонней сделки нужно волеизъявление обеих сторон. Поэтому необходимо подтвердить волю каждой из них. Например, доказать, что сторона выполнила именно те работы, которые у нее запросил контрагент. Или что исполнитель не просто совершил некие действия, которые он сам пожелал, но что заказчик принял их именно как оказанные ему услуги. Теперь поговорим о том, каковы юридические последствия фактического исполнения договора, который не подписан. Несоблюдение требований к форме договора, если стороны согласовали все существенные условия, не свидетельствует о том, что он не заключен. Последствия несоблюдения формы договора определяются специальными правилами для отдельных видов договоров, а при их отсутствии общими правилами. Например, если не соблюдены требования к письменной форме договора доверительного управления движимым имуществом, то он является недействительным. Между тем, существует судебная практика, когда суд указывал, что стороны, например, не подписали договор, но подрядчик выполнил работы, а заказчик их принял и оплатил, и к отношениям сторон применяются нормы о договоре подряда. Подрядчик при этом отвечает за качество работ точно так же, как и тогда, когда между сторонами изначально был заключен договор подряда. При наличии спора о заключенности договора суд оценивает обстоятельства по делу обычно в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что сторона не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным, если эта сторона приняла полное или частичное исполнение по договору, либо иным образом подтвердила его действия. Важный момент, как определяются условия договора, когда он фактически исполнен, но не подписывался. Они определяются прежде всего тем, что стороны так или иначе согласовали, несмотря на отсутствие договора как единого документа. В частности, стороны могут согласовать условия договора следующими способами. Путем обмена письмами, иными документами, в том числе электронными. Чтобы при этом была соблюдена письменная форма договора, такие документы должны обладать признаками оферты и акцепта. Такими документами могут быть договор, который подписан одной стороной и направлен другой стороне, и ответное письмо. Если обстоятельства, в которых сделана оферта, позволяют достоверно установить направившее ее лицо, то подпись оферента может и не потребоваться. Кроме того, договор может быть заключен с помощью электронных или иных технических средств. При этом письменная форма соблюдена, если содержание в неизменном виде можно воспроизвести на материальном носителе. Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить выразившее волю лицо. Специальный способ может быть предусмотрен законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Кроме того, возможно направление ответа с согласием заключить договор на предложенных в оферте условиях, которые содержат уточнение реквизитов сторон и исправление опечаток. Его следует рассматривать как акцепт. Также обратим внимание, что если в ответ на письменное предложение оферты одной из сторон, в том числе в виде договора, который она подписала на право контрагенту, контрагент совершил действия по исполнению договора, конклюдентные действия до истечения срока акцепта, то это также считается заключением договора. Для квалификации в качестве акцепта контрагент должен начать исполнять договор на предложенных в оферте условиях и установленных для ее акцепта срок. При этом не обязательно, чтобы он выполнил все условия оферты в полном объеме. Исполнение сделки означает отсутствие у сторон затруднений с определением условий договора. Например, если стороны не согласовали цену в письменных документах, ее определяет размер добросовестной фактической оплаты, принятой без возражений. Кроме того, возможно отсылка к примерным условиям договора или условиям, согласованным предварительно в процессе переговоров сторон о заключении договора. Отметим также, что условия могут содержаться в ранее заключенном предварительном или рамочном договоре, либо вообще вытекать из уже сложившейся практики сторон. Если условия договора вообще не согласованы сторонами, то они определяются следующим образом. Здесь действуют общие нормы Гражданского кодекса и специальные нормы о договоре соответствующего вида. Например, цену по общему правилу определяют, исходя из сумм, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные товары, работы или услуги. Срок исполнения обязательства по общему правилу составляет 7 дней со дня предъявления требования к обязанной стороне. И маленькая ремарка о том, как влияет государственная регистрация договора на его заключенность. Если договор подлежит государственной регистрации, он по общему правилу считается заключенным для третьих лиц с момента его регистрации. Обратите внимание, для сторон договор, который подлежит регистрации, считается заключенным независимо от нее. Какие последствия влечет несоблюдение в целом письменной формы договора? Прежде всего, ситуация, когда не соблюдена простая письменная форма. В случае спора, в ситуации, когда простая письменная форма договора не соблюдена, сторона не может ссылаться на свидетельские показания, если понадобится подтвердить заключение договора и его условия. В этом случае вам придется использовать иные доказательства, в частности, аудиозаписи, письменные доказательства, например, переписку, акты приема-передачи имущества или выполнение работ, расписки, протежные поручения и так далее. Договор в этом случае будет недействителен, только если на это прямо указывает закон или соглашение сторон. Например, недействительными будут кредитный, лицензионный договор по общему правилу, договор банковского вклада. Кроме того, при несоблюдении письменной формы договора, простой письменной, наступят иные последствия, если они прямо предусмотрены законом или соглашением сторон. Например, если договор должен быть составлен на бланке определенной формы. Обратите внимание, что в ряде случаев договор, который по общему правилу требует простой письменной форме, все же можно совершить устно. Тогда несоблюдение письменной формы не повлечет негативных последствий. Например, юридические лица могут заключить устно договор купли-продажи, если исполнить его прямо в момент совершения. И отдельно ситуация, когда не соблюдена нотариальная форма. В этом случае договор ничтожен. Однако здесь есть один момент. Если одна из сторон полностью или частично исполнила такой договор, а от его удостоверения уклонялся ее контрагент, то суд по требованию такой добросовестной стороны может признать договор действительным. Тогда нотариальное удостоверение не потребуется, и сторона сможет взыскать с контрагента убытки в связи с задержкой в совершении договора. И небольшая информация о том, какие существуют электронные сервисы Почты России и Телеграфа. Сейчас эта информация весьма актуальна, поскольку отправлять юридически значимые сообщения курьером или с помощью обычной почтовой рассылки может быть неудобно или даже невозможно. Так, отправить юридически значимые сообщения можно в форме Телеграммы. Такая возможность существует на сайте telegraph.ru. Срок доставки от 4 до 12 часов в зависимости от срочности и местонахождения адресата. Оплатить услугу также можно на сайте при помощи банковской карты. Есть возможность заказать заверенную копию отправления и уведомления о вручении. Также существует сервис электронное письмо заказное.почта.ру. Он позволяет отправлять юридически значимые письма без распечатки и визитов в почтовое отделение. Оплачивать эту услугу можно непосредственно на сайте. Есть возможность выбрать тип письма, заказное или простое, а также адресата. Работает этот сервис следующим образом. Отправитель загружает письма в электронном виде в почтовую систему. И если у получателя включена электронная доставка, то он получит письмо онлайн. Если нет, оно будет доставлено в бумажном виде. Авторизация необходима через сервис государственных услуг. Все вопросы заключения и исполнения договоров, а также фактических отношений сторон и других аспектов договорной работы подробно рассмотрены в готовых решениях в системе Консультант Плюс. Ищите их в быстром поиске с использованием слов «Готовое решение. Договор». Всего доброго!